город пустой нет практически ни одной машины люди не ходят все будто замерло это потому что мы снимаем в 5 утра но что если такая же картина воцарит на самом деле из-за вируса гораздо более опасного чем нынешний сейчас мы покажем что сделаем в первые 24 часа после получения информации итак мы узнали о вирусе в момент съемок ролика что же делать нужно хорошо обдумать свои действия и в первую очередь как можно быстрее покинуть город с большой плотностью населения но просто так это делать нельзя это разное барахло накопившийся со съемок раньше было барахло а сейчас это жизненно необходимые вещи есть респираторы которые покупались для деревообработки а также обычные бытовые перчатки по полученной информации вирус передается воздушно-капельным путем и этот набор позволит хоть как-то обеспечить безопасность во время покупок в магазинах и поскольку такое уведомление получили все скоро начнется паника так что действовать надо быстро едем супермаркет обязательно надеваем перчатки и маску что же покупать первонаперво нужны долго хранящиеся продукты крупы и консервы и прочее но на одной только сухомятки долго не протянешь нужно соблюдать баланс жиров белков и углеводов и про витамины не забывать наилучшим вариантом будет поискать в интернете готовые списки помните одно время на ютубе все распаковывали сухпайки вот тут-то эти знания и пригодятся и рп созданы диетологами с учетом всех потребностей организма ими можно питаться длительное время а значит нам просто нужно купить все то же самое но по отдельности и собрать свой набор также обязательно покупаем спиртосодержащие средства нет не для коротания времени а для дезинфекции коротать время мы собираемся иначе поскольку дальше в ролике мы уедем нужно найти интересное занятие на карантин например поиграть что-то захватывающее требующее думать я играю в танки уже лет пять наверное до сих пор интересной из-за крутой графики бодрого геймплея и огромного разнообразия техники причем ты можешь быть скилловым игроком на бронированном тяже а победит по итогу более хитрый на легком танке машины воссозданы по реальным чертежам а графика и звук захватывают на зимних картах к примеру под гусеницами скрипит снег а в сосульках отражаются солнечные зайчики в общем стопроцентное погружение даже на слабых компьютерах а в перемешку с интересными боями быстрым матчмейкингом кучей проработанных карт идеальным балансом техники по характеристикам игра заставляет возвращаться снова и снова даже если вы любите играть не спеша попивая чаек берите артиллерию и расстреливайте всех сверху каждого кто зарегистрируется по моей ссылке в описании ждет бонус неделя премиум аккаунта бодрый танк т2 лт и 400 тысяч кредитов для того чтобы побеждать всех уже со старта а если вы не заходили в игру больше 30 дней то по ссылке в описании вас ждет 7 дней премиума и 3 боевые задачи ну а если вы действующие командиры то также по ссылке в описании для вас приготовлены боевые задачи на x5 опыта ну а мы пока пойдем дальше скупаться по магазину с антисептиками появились первые проблемы вследствие паники все раскупили только в аптеках возможно остались какие-то запасы чистого спирта в аптеках из спиртного только боярышник он годится как антисептик но его слишком мало и получается дорого возвращаемся в супермаркет и идем к делу со спиртным а именно за чистой водкой здесь концентрация спирта составляет 40 процентов дело в том что обычный антисептик который продавался в аптеке для обеззараживания руб убивает бактерии и вирусы буквально за пять секунд спирт также но только в виде концентрата чтобы нормально обработать руки водкой и и надо больше и ждать придется около минуты люди зачем-то скупают туалетную бумагу может мы что-то не знаем ну возьмем на всякий случай вдруг внезапно пригодится хотя даже если каждый день мы будем такими молодцами что сходим в туалет на год хватит всего 12 рулонов количество продовольствия мы рассчитываем на 4 месяца дальше поймете почему по итогу покупки в супермаркете заняли около 3 часов у нас даже камера разрядилась но расслабляться не стоит время бежит а мы еще не побывали в остальных магазинах второй на очереди строительный здесь нам нужны всего лишь две вещи первое это агроволокно поскольку все средства индивидуальной защиты включая маски уже раскуплены придется делать свои вторая это семена дело в том что ситуация может развиваться по двум сценариям спустя полгода эпидемия утихнет или же будет бушевать на протяжении года и более в таком случае никаких запасов продовольствия не хватит нужно заниматься земледелием и выращивать еду самостоятельно теперь держим путь в туристический магазин чуть позже как вернемся домой мы покажем что накупили а пока что осталась одна важная деталь которая у нас находится в гараже туда мы и направляемся дело в том что уже как два месяца мы снимаем один масштабный ролик пока что это секрет но она приходится работать с большим количеством термоклея за день можно надышаться так что получите отравление поэтому мы работаем в респиратора они-то нами нужны сейчас такие в магазинах нигде не купишь все размели хорошо что у нас остались а вот теперь можно ехать домой по дороге кстати мы заехали на заправку чтобы запастись топливом помимо полного бака набираем еще и в канистры ведь может возникнуть необходимость уехать далеко и на очень долгий период времени а топлива и автомобиль это единственное что сможет помочь в передвижении на большие расстояния по приезду домой мы разложили все имеющиеся у нас продукты и вещи смотрите сколько всего было закуплено из еды что нам потом с ней делать после видео в туристическом магазине мы взяли палатку теплый спальный мешок и удобный каремат а также всякую туристическую мелочь помимо уже имеющийся у нас к примеру вот такая складная емкость для переноски воды из плоского предмета она превращается в большую канистру а вода это главное что поможет выжить если придется полностью удалиться от цивилизации семян у нас тоже немало поскольку на дворе ночь поедем мы завтра а пока подготовимся и рассортируем все продовольствие по коробкам теперь нам нужно агроволокно покупавшийся для изготовления масок в условиях дефицита купить маски невозможно зато материалов для производства в изобилии отрезаем небольшой кусочек и разделяем шмат волокна на сегменты идентичные листу а4 мы решили перенести трафарет на волокно прямо с экрана просто прикладываем слой материала и перерисовываем контур на одну маску нужно три слоя вырезаем ускорение ради можно вырезать сразу несколько листов а для фильтрации между слоями можно положить вискозную салфетку берем паяльник и подложив в качестве рассеивателя тепла бумажное полотенце спаиваем слои вместе материал плавится и соединяется между собой по итогу получается маска почти как магазинная ясно что она не обеспечит нужную степень фильтрации и ни от какого вируса не защитит об этом мы расскажем чуть позже но зачем она тогда нужна вместе с агроволокном спросите вы ну продать сможете денег заработаете больше незачем мы вставили эту инструкцию чтобы при нынешнем вирусе вы могли сделать себе защитную маску она будет защищать точнее предотвращать также как и вот такая аптечная в гипотетической ситуации моделируемой нами в этом видео она никак не поможет чтобы защититься от вируса нужно надеть полную хим защиту включая респиратор класса ffp3 есть еще p2 и p1 они фильтруют воздух механически тупо задерживая частицы в своей структуре ffp3 работает благодаря электростатической фильтрации то есть мельчайшие частички включая вирусы прилипают на маску словно пыль на латексный шарик потертые волосы и только в случае полной защиты тела вы не заразитесь но зачем тогда сейчас нас всех заставляют ходить в масках еще и таких простых чтобы не заражать других если все наденут маски никто никого не сможет заразить и в этом случае даже простая аптечная маска является эффективной то есть маска защищает не вас от окружающих а окружающих от вас и кстати говоря маска ffp3 работает только четыре часа далее дыхание увлажняет волокна и электростатическая фильтрация прекращается превращая маску в аналог более низких классов защиты с механической фильтрацией а теперь вернемся к нашему выживанию наступило утро и пора уезжать из города желательно найти какое-то место удаленное от города и других центров скопления людей хотя бы на пятнадцать километров в идеале сгодятся по одинокие заброшенные строения бывшие предприятия или маленькие деревни которые хорошо спрятаны в лесу и чтобы туда не каждый мог проехать здание должно быть капитальным с возможностью спрятать автомобиль и защитить вас от сюрпризов природы также рядом обязательно должна быть вода лучше всего какой-то подземный источник ведь большие реки загрязнены отходами городов а значит являются транспортом для вируса мы же приняли решение разделить побег из города на два этапа первый уехать в загородный дом который находится на краю деревни относительно удаленно от других построек здесь за забором можно переждать первую волну занявшись выращиванием семян и дождаться новой информации о ситуации если все пойдет по оптимистичному сценарию мы тут и останемся до окончания эпидемии а если нет то придется уезжать действительно далеко и разбивать мобильные лагеря в лесу используя те самые туристические принадлежности от любого ранее неизвестного науке вируса защититься невозможно на разработку вакцины уходит год но за это время вирус мутирует и превращается в совсем другой штамм делая вакцину не актуальной а значит самый надежный способ просто находиться вдали от эпицентра событий как то так мы и будем действовать как думаете выживем